Привет, друзья! С вами профессор Гуглов. А что важнее для вас? Безопасность или право на неприкосновенность личных данных? Сегодня поговорим о действительно важной проблеме в современном мире. А почему мы говорим об этом именно сейчас? Может быть вы слышали, что совсем недавно федеральный судья США обязал Apple помочь ФБР взломать айфон одного из террористов, участвовавшего в теракте в Сан-Бернардино. Apple оказались в центре одного из самых важных судебных разбирательств в истории. На протяжении многих лет Apple завоевывал успех благодаря жесткому контролю за программным обеспечением и централизованному контролю за комплектующими. Благодаря этому продукция Apple считается безопасной и надежной. Но теперь успех Apple находится под вопросом. Обладая такой мощью и властью над своими продуктами, сможет ли Apple удержать ее? По сути, ФБР просит Apple написать новую версию iOS, которую будет значительно легче взламывать и отправить ее на телефоны подозреваемых. Такая версия пока что не существует, но кажется, что ее могут вскоре создать в соответствии с требованиями ФБР. Решающее здесь то, что эта операционная система должна быть подписана Apple, так как правительству США нужно, чтобы Apple сотрудничали во всем этом. И учитывая тот факт, что у iPhone 5C нет некоторых защищенных функций, которые есть у более дорогих моделей, это все, что нужно знать ФБР. Проблема для правительства в том, что Apple занял позицию неприкосновенности приватных данных пользователей. 16 февраля Тим Кук опубликовал официальное обращение на сайте Apple, где он выразил свое мнение по этой проблеме. В конце письма он пишет. Вместо того, чтобы узаконить свои действия через Конгресс, ФБР предлагает беспрецедентное использование All Reads Act от 1789 года. Это нормативный документ, устанавливающий, что суды США имеют право выпускать любые предписания, способствующие установлению правосудия, если эти предписания согласуются с законом и правоприменительной практикой, чтобы оправдать расширение своих полномочий. Противостояние такому положению дел мы принимаем на полном серьезе. Мы считаем, что мы должны открыто сообщить об этом превышении полномочий правительства США. Мы оспариваем требования ФБР с глубочайшим уважением к американской демократии и любовью к нашей стране. Мы верим, что в интересах каждого остановиться и подумать о возможных последствиях. Несмотря на то, что мы верим, что намерения у ФБР хорошие, это будет неправильным шагом для правительства заставлять нас встраивать закладки в наши продукты. И в конечном счете мы боимся, что это требование негативно скажется на свободах и правах, которые должны защищаться нашим правительством. Это точка зрения Apple. Конечно, существуют и другие точки зрения на данную проблему. Злосчастный iPhone принадлежит осужденному террористу, и некоторые люди считают, что Apple препятствует отправлению правосудия. Кандидат в президенты от партии республиканцев Дональд Трамп высказался довольно критично об Apple. Я считаю неправильным, что Apple отказывается помогать. Для меня безопасность на первом месте. Я всегда так считал. Apple следует сотрудничать. Мы должны их заставить сотрудничать и сделаем все, что нужно для этого. Органы безопасности должны иметь доступ к потенциально опасной информации, и Apple несет ответственность за это. Мнения в обществе разделились. Лично я уважаю Apple за их приверженность в защите персональных данных пользователей. Ограничение фундаментальных прав и свобод в пользу безопасности – это опасный прецедент, которому стоит отнестись со всей серьезностью. Также я согласен с тем, что закладки в телефонах довольно скользкое дело. А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. На этом все. С вами был профессор Гуглов. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok